Всем привет! Сегодня я снимаю немножко в нестандартных условиях, все потому что у меня дома генуборка и, к сожалению, условий нет. Так что сегодня будем с вами один на один и хотела бы вам рассказать о том, как я нашла работу здесь, с какими препятствиями я столкнулась и вообще были ли какие-то проблемы. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Я хочу сказать сразу, что все комментарии негативные о том, что я проститутка, стриптизерша и так далее, будут удалены и вы будете заблокированы. Потому что это видео для тех, кто ищет такую информацию. Это мой канал, это моя личная территория и я никому не разрешусь сюда приносить грязь. Я прошу вас также не обижать друг друга. Я хочу, чтобы мы делились как-то своим опытом, информацией также. Так что давайте начнем и без негатива, прошу вас. Я приехала сюда, как вы знаете, потому что я познакомилась со своим молодым человеком, который поляк. То есть я приехала сюда, меня никто здесь не ждал, у меня нет никаких польских корней. Я никак не связана была с Польшей, я просто сюда приехала, потому что мы хотели быть вместе. Почему мы не заключали брак? Потому что мы полгода только встречались, я еще была к этому не готова. Мы обручились, потом ждали два года, еще где-то чуть больше, потому что у меня по семейным обстоятельствам родители не могли бы сюда приехать. Это было все серьезно и не просто так, не хухры-мухры. Так что все откладывалось и как-то я даже побаивалась сразу выходить замуж. Мы только сюда переехали. И это не была моя цель, что я хочу переехать за границу и все, и не важно, кто будет рядом со мной. Так что я не торопилась с этим. Я начала учиться в университете здесь, то есть свой первый вид на жительство я получила на основании того, что я стала здесь студенткой. И у меня до сих пор вид на жительство, я не собираюсь отказываться от украинского гражданства, потому что неизвестно, как сложится моя судьба. Возможно, мне надо будет вернуться, у меня вся семья там, не знаю, что может измениться в государстве нашем, поэтому пока не хочу отказываться от гражданства и даже об этом не думаю. Так что пока мне нужен вид на жительство здесь и, собственно говоря, мне пока гражданство никто польское не предлагает, потому что я здесь живу меньше, чем 5 лет, мы в браке только полтора года, чуть дольше. Так что пока вообще это не актуальный вопрос. Свой вид на жительство, так как я сказала, я получила на основании того, что я учусь здесь и такое вид на жительство как бы не предполагает работу здесь. То есть официально я не могла работать в Польше. Что сделала я? Я не могла просто, вы знаете, только учиться, ничего больше не делать, поэтому я начала искать способы заработка еще. Я не хотела, чтобы меня обеспечивал мой муж, до сих пор так не есть, да, мы живем вместе, я живу у него, но я считаю, что женщина должна работать, должна сама зарабатывать на свои, по мере возможностей, конечно, должна зарабатывать на себя, возможно, даже на семью, если повезет. Должна просто иметь свои деньги на карманные расходы. И я начала преподавать английский язык, конечно, неофициально, то есть вести дополнительное занятие для детей. Слушайте, я очень плохо говорила по-польски, именно поэтому не искала какую-то официальную работу в какой-то большой фирме. Ну и что ж, я ни разу не столкнулась с таким вот каким-то, не знаю, недоверием, что ли, со стороны родителей, что вот она плоховато говорит по-польски и все-таки, наверное, не стоит, чтобы она учила моего ребенка. Абсолютно вообще ничего такого не было, наоборот, все как-то позитивно были настроены, что я украинка, что я сюда приехала, что я пытаюсь найти работу. И вообще поэтому у меня был отличный контакт вообще с детишками, до сих пор с их родителями, с ними мы общаемся, когда встречаемся, просто безумно рады друг друга видеть. И родители, и дети видели эффекты моей работы, потому что оценки стали лучше. Я разговаривала в основном с сетьми по-английски, поэтому дети начинали говорить быстрее. Кстати, то, что я начала вести дополнительное, я быстрее учила польский язык, потому что я готовилась к каждому уроку, к каждой лекции. То есть я просто переводила английский на польский. Вот, допустим, я знала, как перевести английский язык с английского на русский, но не знала, как это будет по-польски, потому что очень много таких слов, слушайте, ну вообще не похожих ни на русский, ни на украинский, поэтому, ну, вот так вот. Это помогло мне выучить польский язык, несомненно. Ну и что, потом, когда я уже подумала, я только подумала, это так не было, что я хорошо, довольно-таки хорошо говорю по-польски, я буду искать уже такую настоящую работу. Я не говорю, что там, если вы учитель, да, это не настоящая работа, но всё-таки, знаете, как часто, то какие-то каникулы, то ребёнок заболел, у меня не было так же так много детей, да, учеников, что я могла бы полностью себя обеспечить. И да, на мои карманные расходы мне хватало, думаю, что если бы уперлась, то сама бы прожила и протянула бы на эти деньги. Но так как у меня был молодой человек, он мне помогал. Так вот, я начала отправлять своё резюме в разные фирмы, и когда я начала ходить на собеседование, я поняла, что я ещё не готова, потому что я прошла три этапа с собеседованием в довольно-таки серьёзной фирме, и на третьем этапе мне сказали, что я очень плохо говорю по-польски, то есть официальный язык, вот знаете, очень плохой. В самом деле я была ещё очень слабенькая, но мне казалось, что уже готова. И что, к сожалению, меня не могут принять, и они просто ищут работника уже сейчас, не могут ждать даже два месяца. И где-то спустя три месяца я очень много читала таких серьёзных газет, типа как корреспондент, только польский, очень много читала на интернет-страницах по-польски о том, как выучить язык. Я сниму отдельное видео. И что? И начала отправлять опять резюме. Меня пригласили на собеседование в фирму. Я пришла и искала работу хоть какую-нибудь. Я просто готова была, ну вообще, на ассистента в ассистента быть, лишь бы попасть куда-то в фирму. Потому что я не могла устроиться, я не знаю, может что-то изменилось, это всё-таки было больше, чем три года назад. Но я как украинка, без такого вида нажительства, который бы позволял мне официально работать, не могла работать в фирме, которая не ищет кого-то со знанием русского языка, украинского, английского, с каким-то высшим образованием. То есть какого-то очень такого специфического кандидата, да, с какими-то требованиями очень серьёзными. Поэтому я сразу не признавалась, что у меня нет разрешения на работу. И ходила на собеседование. Я попала в фирму, довольно-таки большую польскую корпорацию. Я, к сожалению, не могу назвать вам название этой фирмы. Ну, считаю, что так будет лучше для нас всех. Вот, попала туда, и они искали ассистента генерального директора. И, наверное, мне это, собственно говоря, и помогло, потому что мы поговорили, да, и после уже собеседования я вышла, я говорю, по-моему, я получила эту работу. Я, кстати, назвала такую довольно-таки хорошую сумму, вот, за которую я готова поработать. И мне уже вечером перезвонили и попросили, чтобы я утром пришла на работу. То, что я была вообще в шоке, что я в имени генерального директора и теперь должна буду писать имейлы и все остальное, ну, просто была в шоке, да, и слава богу, что у него была еще одна ассистентка. И она мне очень сильно помогала. И, наверное, надо очень много счастья, чтобы попасть на такого человека, как попала я. И после того, как мы подписали договор, я сказала, что официально я не могу работать дольше, чем 3 месяца. То есть 3 месяца Украина сможет работать официально, и все будет нормально. Дальше нужны какие-то сумасшедшие разрешения, и вас просто так не могут официально взять на работу. После испытательного срока, который в основном в Польше длится 3 месяца, генеральный директор сказал, что он готов меня принять в свой штаб и что он просто настаивает на том, чтобы отдел кадров решил все вопросы. И, собственно говоря, они занялись вот этими всеми бумажными делами, да, заполнением всяких там документов, да. И я хочу вам сказать, что это очень серьезно и очень сложно, и работодатель на самом деле должен хотеть вам помочь, и вы должны просто показать, что вы незаменимый работник, что вы очень хотите работать. И когда меня спросили на собеседовании, вот вы украинка, да, как вы думаете, вы себе сможете, ну как, выложить, да, на 100% в работе, вы сможете работать так же, как поляк, и я сказала, что это мое преимущество, что я украинка, и что я только учу польский язык, и я буду так сильно хотеть работать, сказать, что буду свою работу выполнять лучше, чем поляк, потому что мне очень-очень нужна эта работа. Я думаю, что это был самый главный аргумент, из-за которого меня, собственно говоря, приняли на работу. Я пришла и на собеседование сказала, что я не хочу быть сужить ассистентом, я хотела бы работать в отделе маркетинга, что мне это очень нравится, и что, собственно говоря, это моя цель. Спустя некоторое время, то есть 4 месяца, меня уже, а, я проработала 3 месяца, очередной договор со мной подписали на очередные 3 месяца, потому что так, согласно с государственными какими-то там регулировками, так должно было быть. Есть в Польше такой ужин в праце, то есть это государственное учреждение, которое занимается трудоустройством и иностранцев, и также поляков. Я, собственно говоря, для них, украинка, которая приехала забрать место поляку на работе, грубо говоря, да, поэтому работодатель должен был доказать, что нет ни одного другого поляка, который бы исполнял все там требования их, то есть они мне написали, что надо знание 4 языков, они мне еще немецкие написали, потом написали, что образование филолога и образование высшемаркетолога, то есть для меня вот этот вот профиль кандидата был создан именно под меня, чтобы доказать, и потом в этот ужин в праце, то есть госучреждение, которое занимается трудоустройством, ищет другого кандидата на мое место, поляка, и это все длится еще несколько месяцев, и потом они выставляют такой документ, что поляка на мое место нет, и поэтому поляки могут меня взять на работу. Так это выглядело, и все это длилось, и вот чтобы не соврать, около года. В течение этого года, кстати, официально меня взяли на работу как переводчика, они не могли взять меня в отдел маркетинга, и как ассистентку там директора, поэтому официально я была переводчиком, переводчиком в отделе маркетинга, так это было, и до сих пор так есть, к сожалению, как-то не изменили мы договор, но так это выглядело, поэтому вам надо очень серьезно стараться и доказать, что вы просто незаменимы на этой работе. Спустя 4 месяца я очень сильно просилась в отдел маркетинга, готова была быть кем угодно, там старшим, куда пошлют, лишь бы только меня взяли. Ну, слушайте, меня взяли и сказали мне так, что если я хочу, я могу попробовать, если нет, то до свидания. Но я думаю, что меня никто бы оттуда не выгнал, потому что у нас хорошие были отношения с работодателем, и я попробовала, и начало получаться, и я как-то пошла по карьерной лестнице вверх и стала бренд-менеджером одной из марок этой фирмы. А марок было около 5, наверное. Поэтому получилось, вот как-то попало в эту фирму, я очень сильно хотела этого, если вы чего-то очень сильно хотите, у вас это несомненно получится, вы будете просто стараться делать все, чтобы достичь своей цели, собственно говоря. Следующая такая вот неприятная ситуация, с которой я столкнулась, это, наверное, конкуренция со стороны девушек, причем такая какая-то нездоровая, да, каждая, все были как на подбор, все были очень красивые, и знаете, когда работаешь в женском коллективе, создаются какие-то сплетни, интриги, и это, конечно, очень неприятно, я думаю, что в многих фирмах, к сожалению, так есть. И что, я была самая вообще молодой девушкой, молодым работником всей фирмы, где-то было около 80 человек в офисе. А фирма вообще, фирма работает около 800 человек, поэтому довольно-таки большая. Если не больше, сейчас, по-моему, даже около 1000, где-то так 900 тысяч человек, ну, то есть довольно-таки много. Ну, что ж, когда я забеременела, я никому ничего не говорила, потому что я работала в окружении девушек, которые вообще не планировали детей, им было далеко за 30 уже. Моей директорше только было там 29, по-моему. О, начался дождь. Ну, ладно. Ну, и что, и она тоже не планировала детей, и вообще говорит, что это там огромное зло, и вообще. Так что это как бы очередная сложность, с которой я, конечно, столкнулась. И работать среди людей, которые считают, что беременная женщина – это чуть ли там не инвалид, и с маленьким ребенком, это тоже вообще, ну, стараются, когда в нашем окружении, в нашем отделе не было ни одной молодой девушки, у кого был бы ребенок. Кстати, я не могу сказать, что фирма, в которой я работала, была какой-то супер-пупер фирмой, потому что очень много людей приходило, уходило, очень часто не выгоняли кого-то. И, кстати, говорили, что если кто-то работает дольше, чем год, то генеральный директор либо его любит, либо о нем вообще забыл. То есть я не могу сказать, что у меня была мечта, просто работа вообще мечта, но мне нравилось то, что я делала, и с удовольствием туда вернусь. Но как бы люди, которые там работают, ну, это не от меня только зависит, но со всеми находила общий язык. И пока вот я не вышла замуж, пока я не забеременела, никто ничего там против меня не имел. Но когда я вышла замуж и сказала, что я беременна, все начали говорить, вот, она украинка, она специально забеременела, она хочет получить видножительство, там даже не видножительство, а гражданство. Слушайте, я не отказываюсь от украинского гражданства, абсолютно даже нет таких мыслей. Если вы, кстати, живете там в России, Украине, еще где-то, и вам нравится, все вас устраивает, я за вас безумно рада. Я никого не подговариваю сюда приехать. Я не хочу доказать своим видео, что Польша чем-то лучше, чем Украина, либо Россия, знаете, наши все эти страны. Так что, если у вас все супер, классно, оставайтесь там, где вы есть. Я не исключаю, что на Украину, когда-то в Украину вы меня просили говорить, когда-то вернусь. Я свою страну очень люблю, обожаю, у меня там вся семья. Я надеюсь, что эта информация, которую я вам передала сегодня, оказалась для вас хоть чем-то полезной. Если у вас еще какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях внизу, либо отправляйте мне личное сообщение. Вы знаете, я с удовольствием всем отвечу. Единственное, что часто бывает так, что вы пишете комментарии, и ваши настройки не позволяют именно вам, мне вам ответить. Поэтому я, если кому-то не отвечаю, значит, просто нет такой технической возможности, и посмотрите ваши настройки. Всем спасибо огромное за внимание. Будет обязательно видео о том, как выучить быстрый язык. Так что все. Пока-пока и хорошего вам дня.